Самые запретные места на планете. Часть 2. Пещера Лоско. Франция. Среди самых запретных мест есть и объекты культурного наследия. Первое место здесь занимает пещера Лоско, обнаруженная во Франции в 1940 году. Речь идет о юго-западном регионе страны Перегор. В пещере нашли множество живописных и гравированных рисунков. Вероятно, они были сделаны представителями салютрейской культуры. В пещере несколько коридоров. При этом совокупная длина всех галерей составляет 250 метров. На изображениях можно видеть быков, баранов, лошадей, оленей и других животных. Во многих случаях без труда узнаются знакомые силуэты. Но почему пещера закрыта для посторонних лиц? Беда в том, что уже в 50-е годы в ней бывало до 1000 человек в день, а это влекло за собой выработку углекислого газа и влажных испарений. У пещеры началась зеленая болезнь. Рисунки стали покрывать микроскопические водоросли. Чтобы спасти бесценные изображения, правительство Франции ограничило доступ к объекту. Затем, в 1987 году, была открыта точная копия пещеры, а вернее ее части, получившая название Лоско-2. Находится она всего лишь в 200 метров от оригинала. И отличить новые рисунки от доисторических сможет только хороший специалист. Хранилище мормонов, США Религиозная организация не привыкли показывать свои секреты. Это подтверждает хранилище документов в Гранитной горе, расположенной недалеко от американского Солт-Лейк-Сити. В нем находится бесчисленное множество документов, принадлежащих Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Отметим, что это крупнейшее из ветвей мормонизма. Архив был создан в 1965 году. Он расположен на глубине 180 метров. На страже хранилища стоят вооруженные люди и двери весом 14 тонн, способные выдержать взрыв ядерной боеголовки. Объект включает в себя хранилище, административные помещения, а также лаборатория. С точностью рассказать обо всем этом нельзя. Путь простым людям туда заказан. По слухам, ценнейшие экспонаты имеют датчики тепла и движения. Есть также специальный климат-контроль. При этом в трех километрах от Гранитной горы расположено еще одно хранилище. Хранилище Саентологов, США. Об этом объекте известно еще меньше, чем о предыдущем. В пустыне Нью-Мексико церковь Саентологии построила сооружение, где хранятся документы, имеющие особую значимость для движения. Подземное хранилище оберегают две гигантские двери. Каждая весит 2,5 тонны. Считается, что конструкция выдержит взрыв водородной бомбы. Надеемся, никто никогда это не проверит. Не так давно были сделаны фотообъекта. На них, в частности, видны два пересекающихся круга. Один из символов церкви Саентологии. Рядом находится постройка, в которой, как можно судить, никто не живет. Вероятно, именно она является входом. Один из последователей учения заявил, что хранилище было построено в 1980-м, и на это ушли миллионы долларов. Под землей в шкатулках из титана хранятся золотые диски, с высеченными на них словами основателя учения Рона Хаббарда. Считается, что попасть в хранилище могут только представители верхушки церкви. Все эти данные официально не подтверждены, однако войти туда и выяснить все самому все равно не выйдет. Интересно, что объект также называют храмом для пришельцев, что косвенно говорит о некой связи с представителями других миров. Во всяком случае, в эту связь верят сами саентологи. С других сторон, объект и странная символика могут быть лишь данью уважению Рону Хаббарду. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!